Мне хотелось сегодня с вами порассуждать над такой темой, как небесное будущее церкви. Небесное будущее церкви. Я прочитаю в основании из Евангелия Теана, из 14 главы, я буду читать сначала, но сначала скажу немножко контекст. Вот эти слова Иисус сказал в ночь перед распятием. Ученики были в страшном смущении. Они были подавлены. Они никогда не были в таком подавленном состоянии, как сейчас. Они шли за Господом, они учились у Него. Разные были моменты, Он их обличал, и на место ставил, увещевал. И они наблюдали за Его жизнью, много было очень благословенного. Но вдруг Иисус им говорит, все вы отречетесь от Меня в эту ночь. Представляете себе? Иисус говорит, один из вас предаст Меня. Но какой страх, их же не так много. 12 апостолов, да? Иисус говорит, один из вас предаст Меня. И потом, когда они говорили, не я ли Господи, не я ли Господи, Он говорит, вы все отречетесь от Меня. И когда Петр сказал, если все отрекутся, я нет. Вы помните, Иисус сказал, не пропоет петух, как ты трижды тречешься от Меня. И кажется, один Петр, но иногда мы не обращаем внимания, там есть еще один текст, там написано, то же самое говорили и другие. И другие тоже это говорили. И вот теперь в этом сконфуженном состоянии, Он говорит, что Он уйдет от них. И вдруг Иисус сказал эти замечательные слова. Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обители много. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я. А куда я иду, вы знаете и путь знаете. Выборочно читаю ниже. Иисус сказал, что верьте Мне, верьте Мне. И я умолю Отца. И даст вам другого утешителя. Да пребудет с вами вовек. Не оставлю вас сиротами. Приду к вам. И я живу. И вы будете жить. Можно было бы прочитать всю главу. Очень сильная глава. Братья и сестры, я хотел бы, чтобы мы на это обратили внимание. В ночь перед распятием. Иисус говорил о доме нашего Отца. Это наш Отец. Бог стал нашим Отцом. Он сказал, что это и наш дом. Дом нашего Отца, это наш дом. Он сказал, что у церкви есть будущее. Он сказал, я, если бы кто сомневался или смущался, он говорит, я пойду к Отцу, я все приготовлю. И я приду опять. И я возьму вас себе. Он уже тут пророчески говорит, что я живу. То есть, он воскреснет. И вы жить будете. Когда он молился в своей первосеченческой молитве, он говорил Отцу, хочу, чтобы там, где я и они были со мною. Вы знаете, в нашей жизни бывает очень много переживаний, тревог. Что-то подавляет наш дух. Иногда страх. Как дальше жить? Что ждет нас? Что будет? Тревога. Иногда какие-то сомнения доливают людей. И смотришь, уныние такое. Дух бывает подавленным. И люди мира нам говорят, а что будет конец света? Писание говорит, что последние дни люди будут умирать от страха, ожиданий, бедствий, грядущих на вселенную. А мы говорим, нет, не будет конец света, будет конец тьмы. Потому что Бог есть свет. Я хотел, чтобы мы вместе с вами посмотрели на некоторые тексты Писания, которые говорят о небесном будущем Церкви. Библия говорит, все рухнет. Земля и все дела на ней сгорят. А Церковь будет жить вечно. Церковь будет жить вечно. Иисус как бы обращается к нам. Может, у кого-то сейчас тоже подавленный дух уныния. Много разных переживаний. Иисус хочет послать нам особое ободрение этой мыслью. Вы знаете, в Библии есть много текстов, которые говорят о том, что ожидание праведника – радость. Если мы в правильном отношении с Богом, то нас не должно пугать будущее. Мы не должны его бояться. Он придет второй раз. Для ожидающих Его во спасение написано. И у нас должен быть вот этот дух ожидания. И когда ученики стояли и смотрели, как Иисус возносился с этой земли. Мы читаем об этом в Деянии апостолов. В первой главе 9-11 стихи ангелы сказали. Мужик Галейский, что вы стоите и смотрите на небо? Вот этот Иисус, который вознесся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видите Его восходящим на небо. И состояние церкви должно быть такое. Написано – восклоните головы ваши. Писание говорит нам, чтобы мы поднимали взоры к горнему, к небесному. Библия говорит нам о том, что правильное состояние церкви – это когда мы всем сердцем, всеми помыслами находимся в страстном ожидании того дня, когда Христос придет за свою церковь и возьмет нас туда, на небо. Вы знаете, апостол Павел пишет в послании Колоссянам, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, то есть небесного. И дальше говорит – о горнем помышляйте. Это сильное свидетельство. Мир должен видеть, что мы находимся в состоянии ожидания. Вы знаете, очень хорошо видно, когда ты бываешь в аэропорту, когда люди кого-то ждут в томительном ожидании. И вот самолет уже сел, и смотришь, люди ждут, смотрят, и видно, что люди ждут. Братья и сестры, вот это томление, вот это ожидание нашего Господа, который придет таким же образом, ожидание вот этой встречи – это одно из самых сильных свидетельств церкви этому миру и свидетельства нашим близким, которые не знают Господа. Помните, Господь когда-то Езекиилю сказал, что он должен сделать какие-то странные вещи. Он должен проломать стену, отверстие сделать в стене, и взять вещи, и выходить в потьмах, как выходит, когда люди собираются куда-то уходить. Сейчас, я хотел обратить внимание, и я думаю, вы тоже заметили, мы знаем, что дьявол – это отец лжи. И самое большее, он клевещет, когда речь идет о Боге, о Церкви и о небе. О Боге, о Церкви и о жилище Отца нашего Небесного, когда речь идет о Небесном Доме. Я недавно слышал, как один, я не знаю, можно ли его так назвать, пастырь, и он говорит, мне вот просто, говорит, не хочется думать о небе, говорит. И его спросили, почему? Он говорит, там же так скучно будет. Я люблю, говорит, быть деятельным. Это очень страшно. Вы знаете, некоторые люди, им легче что-то делать, чем иметь общение с Богом. Легче построить рекуще, чем слушать Сына Божия. Помните, там на горе Преображения, это Сын мой возлюбленный, это было свидетельство Отца, в котором мое благоволение, и его слушайте. И Петр сказал, нам так хорошо, давайте начнем стройку. Ну, казалось бы, это же такое общение, близкое. Вы знаете, это большое искушение. Мы должны трудиться для Бога. Но я замечаю, что некоторые, они бывают активны. А вот когда речь идет о том, чтобы побыть на молитвенном общении, или просто выделить время, и пропасть между познанием о молитве и практикой молитвы, она становится все больше. И это очень пугает. Я хотел бы, чтобы мы посмотрели, есть библейский взгляд на небо, на церковь. Вы знаете, когда мы правильно смотрим, когда мы верим просто Иисусу, Он говорит, «Верьте мне, верьте мне, я приду, и я возьму вас себе, и вы будете там, где я». Давайте вдумаемся в это, братья и сестры. Но мы живем в этом теле. И знаете, иногда нам бывает хорошо, и мы сильно заземлены бываем здесь. Я помню, как-то я был совсем молодым человеком, и мы с друзьями играли там в теннис, что-то такое. И вдруг приезжает наш пресс-фитер, где с Карла Андреевича, и говорит, «Быстенько собираемся, едем к умирающему человеку». Мы говорим, «Карл Андреевич, ну а мы-то при чем? Вот будете учиться, как нужно говорить с умирающими». Ну а зачем нам это, мы говорим? Я ему так благодарен. Столько лет прошло, что тогда я был на этой беседе. Мы поехали в один поселок, это надо было далеко ехать. У нас было три молодых человека, и вот два служителя. И когда они приехали в этот дом, там был больной брат. У него был рак желудка, он умирал уже. Его выписали домой умирать. У него было пять детей. И на кухне жена с детьми была. Маленький, ну не совсем маленький, ну вот один за другим, как говорят, погодки. И когда мы приехали, как раз был диалог, и дети матери говорят, «Мама, а может быть неба нету?» Она говорит, «Почему?» Ну, говорит, «Папа боится? Папа не хочет умирать? Папе страшно? Может быть, папа ошибся? Он же нам говорил, что там никто болеть не будет? Он говорил, что там будет хорошо? Он говорит, что это великая радость, наконец, увидеть того, в кого мы верим. И нам так кажется, папа ошибся. И вот в эту гнетучую обстановку приехали наши братья-служители. И я видел, как Бог им дал просто эту мудрость, когда они беседовали с этим братом. Они взяли там место Писания, где Бог сказал Моисею, что он умрет. И как он повторил закон народу, благословил народ, повернулся и пошел на гору Невы, и там Бог его похоронил. Это были удивительные беседы, когда они беседовали, без семьи сначала мы сидели, просто вот так слушали. И знаете, что-то как будто вот так прорвало. Дух Божий коснулся этого брата, он искренне покаялся, чтобы дал вот такое сомнение в сердце своих детей. Он молился, он благодарил Бога, мы видели у него радость снова. И знаете, потом он позвал жену, детей, он попросил у них прощения у всех, обнял их там, благословил их, он поучаствовал в вечере Господней, может, через неделю он ушел в вечность. Я мог проследить эту семью, они потом один за другим, дети покаялись и пришли к Господу. Вы знаете, это очень сильное искушение. Помните, апостол Павел в послании филиппийцам говорит о том, что для него смерть приобретение. Вот подумайте, вот для вас смерть приобретение будет, братья и сестры? Если мы в правильном отношении, Библия говорит, ожидание праведника радость. Ожидание праведника радость. Помните, апостол Павел говорит, что разрешиться и быть со Христом, что это? Не сравненно лучше. Ну, ни с чем не сравнить. Почему? Ну, конечно, некоторые говорят, ну, конечно, он же уже был в раю. Некоторые говорят, а где находится рай? Я говорю, на третьем небе. В послании Коринфянам написано, что знает человека, и мы понимаем, что это был Павел. И он говорил, был восхищен до третьего неба, и был в раю, и слышал неизреченные слова. Поэтому это несравненно лучше. А что держит Павла на земле? Он как будто в растерянности. Это не страх. Ни в коей мере это не страх. Он говорит, если жизнь моя во плоти доставляет плод, давайте вдумаемся в это, жизнь во плоти доставляет плод делу Божьему, тогда не знаю, что избрать, говорит. Он хочет принести плод Господу. Он хочет быть полезным. И он говорит, я знаю, что для вас это лучше. Но хотя, говорит, влечет меня и то, и другое. Его влечет не то, что у него есть страх. Нет. Он хочет. Он знает это лучше. Он не сомневается, смерть это приобретение. Но, если нужно послужить, он готов остаться в этом бренном теле. Он знает, он верит, что когда этот дом, земная хижина разрушится, мы имеем от Бога дом нерукотворенный, вечный. И в этом у него нету никаких сомнений. Никаких сомнений. Знаете, мне так нравится это место, послание Иуды. Здесь такие сильные слова. Я хотел, чтобы мы на них обратили внимание. Здесь всего одна глава. И апостол призывает верующих людей воздать славу и величие, и силу, и власть. Провозгласить это единому премудрому Богу. За что? За многое. Но здесь он выделяет одну особую важную мысль. Смотрите. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою своею непорочными в радости и вот этому единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава, величия, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Давайте вдумаемся, братья и сестры. Ну, немножко, может быть, я хотел как бы представить что-то. Я не уверен, что, я думаю, что это не так будет, но мы поем один гимн, наверное, вы его тоже поете. В час, когда труба Господня на землею прозвучит и настанет вечно светлое заря, имена на всех спасенных, переклички, повторит там по милости Господний буду я. Как это будет перекличка? Конечно, это представление автора, этого гимна, да. Я не думаю, что мы там будем стоять в длинной очереди, да, и по алфавиту вот так все это будет идти. Но я как-то вот так думал, мы с кругу семьи рассуждали. Я думал, вот представляете себе, вот как бы вы себя чувствовали, я говорил своим детям, внукам как-то. И вот приближается алфавит на букву фамилии, на букву Т называют. Но у нас И, а там сначала какой-нибудь Тарасов идет, да, еще и все, ближе, ближе, ближе. И что? Я говорю, вы знаете, страха не будет. Колени дрожать не будут. Мы будем стоять в радости, непорочными. Вот так, если в это вдуматься, братья и сестры, да, то хочется поклониться, преклониться, поцеловать пронзенные ноги Господа. Он заплатил эту цену, и нам не надо бояться. Мы не должны бояться этого события. Может быть, через смерть, может быть, через восхищение церкви Он возьмет нас к себе. И мы будем с Ним. Подумайте, братья и сестры. Мы будем стоять перед Ним без вины, без страха, непорочные в радости. Помните притчу о талантах? Хорошо, добрый, верный раб. Малом ты был верен, над ноги тебя поставлю, и дальше. Войди в радость Господина твоего. Пророк Исаия говорит, радость вечная будет над головой их. Мы войдем вместо великой радости. Мы читаем в Откровении о Новом Иерусалиме. Написано, плача не будет, болезни не будет, горя не будет. Подумайте, братья и сестры, когда меня спрашивают, почему ты ожидаешь встречи с Господом, я говорю, кончится борьба с грехом. Не будет никаких искушений. Представьте себе, наше сердце будет свободно от огорчений, от обид. мы будем любить все друг друга. Мы будем жить в этой любви. Мы будем праздновать победу нашего Господа. Мы будем с Ним. Каждый миг нашей жизни. Мы будем с Ним. Писание говорит нам мои глаза. Не глаза другого, узрит его, братья и сестры. Мы это Ио восклицает. Это правильное состояние спасенных людей. Я помню, как-то на одном служении один брат у нас проповедовал, и он так был еще, скажем, ну, не то, что новообращенный, но молодой еще в вере. Вот он проповедует и говорит, я хочу получить венец. Я думаю, ишь ты какой, а! Ну, мы же как-то пели, даже помню, молодежи, и не ради награды, которая ждет в небесах. А я думаю, зачем? И он сам объясняет, дальше говорит, я хочу получить венец, чтобы было что положить к ногам Иисуса. Я думаю, ну, тогда хорошее желание. Помните, они повергали венцы свои к ногам сидящего на престоле и восклицали, они падали ниц, и восклицали, достоин ты принять честь, славу и поклонение, ты был заклан за нас и кровью своей искупил нас из всякого колена языка и народа. братья и сестры, давайте вдумаемся в это. У нас есть дом. Это наш дом. Небесный дом. Это дом нашего Отца. И это наш дом. И нас там ждут. Очень сильно нас там ждут. Мы читаем книги Откровений Иоанн, когда он был на острове Патмос, вот после того, как он получил вот это свидетельство о семи церквах, написано «После сего я взглянул» и вот, говорит, четвертая глава «Дверь на небо отверсто». Он увидел открытую дверь. А помните, когда Адам и Ева согрешили, были изгнаны из рая, там был поставлен ангел с огненным мечом обращающимся. А теперь дверь открыта. И когда, говорит, я взглянул, я услышал голос, который говорил «Зайди сюда». Вы знаете, открытая дверь говорит о том, что хозяин дома. И мне так хотелось, чтобы мы сегодня в эту открытую дверь, которую мы в духе смотрим сейчас в этом служении, мы каждый услышал этот голос. Я жду тебя. Я люблю тебя. Все приготовлено. Это твой дом. чтобы мы поняли, что мы здесь странники пришельцы. И наша жизнь это как пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. И правильное состояние церкви это быть в духе ожидания, в страстном ожидании. Это несравненно лучше, чтобы нас сатана не обманул. Я помню как-то на одном служении, тоже я только недавно веровал, приехал к нам один проповедник и говорит, кто из вас готов сейчас пойти на небо, поднимите руки. Я раз, поднял руку, я смотрю, что-то никто не поднимает, и я стал опускать, он говорит, держи, держи руку, не отпускай, говорит, чтобы хоть один был, но я как-то, знаете, по молодости пыл у меня вот такой, горячий, да, впоследствии я думал, вот некоторые говорят, а ты что, не боишься прям смерти? Обычно я так говорю, вот мы говорим, Иордан, смерти, по ту сторону, я говорю, знаете, я не боюсь того, что за Иорданом, я не боюсь встречи с Отцом Небесным, я знаю, что я оправдан, я томлюсь действительно, я нахожусь в этом ожидании, но вода холодная, я никогда не заходил в эту воду, я холодной воды боюсь, говорю, да, и потом одно время, я думал, какая там глубина, я же не знаю, через какую глубину меня Господь там поведет, через Иордан смерти, один из наших братьев, некоторые его знают, брат Гарри, уже пять с лишним лет у Господа, он раньше всегда говорил, я бы хотел, чтобы если умереть, то, говорит, мгновенно, вот так уснуть, не хотел бы вот страдания, а Бог повел его путем страдания, его был рак почки, страдал, болел, я его в последнее время очень много посещал, в день по три раза, вы знаете, он мне сказал, Франц, как правильно Бог все сделал, как хорошо, что он меня таким путем ведет через Иордан, говорит, он понимал, что он уйдет вечно, все с картой днем, угасал, угасал, знаете, я вот уже бывал у постели многих умирающих людей, и я наблюдал, как Бог готовит людей к переходу, я помню, он хотел попрощаться с церковью, уже больной, совсем слабый, и говорит, хочу еще раз побыть с церковью, и вот эту неделю до этого, это было его последнее собрание, он обзванивал стольким людям, приглашал их на собрание, неверующим, и говорил, пожалуйста, придите, я умираю, я хочу попрощаться с вами, и мы видели, что много людей пришло, но я не мог так посчитать, полный зал был, да, он много не говорил, его любимый гимн как раз был в час, когда труба Господня на земле и прозвучит, мы спели этот гимн, он попросил у всех прощения, он обратился к своим друзьям, и попросил у них прощения, он говорит, я с вами контактировал, я не всегда был прав, я был груб, я иногда был резок, он искренне каялся, просил прощения, а потом я попросил, я говорю, вы можете встать, это вот Гарик уже плохо видит, у него инсульт тоже был уже и со зрением у него там проблемы были, и рак все, мы были поражены, больше 50 неверующих человек пришли с ним попрощаться, пришли на собрание, эти люди, да, братья и сестры, я не знаю, как Бог нас поведет, но мы не должны бояться, ожидание праведников радость, светильник нечестивых угаснет, а светильник праведных весело горит, так говорит нам Писание, и какая же будет награда, как-то помню, жена мне говорит, ну, был перегруз, откровенно, иногда, знаете, тут тоже нужна большая мудрость, в днях, в служениях, и она мне говорит, ну, Франц, ну, надо же еще отдыхать, а я ей напеваю эту песню, отдохнем мы, друзья, в краю родном, близок час, и вечером читаю как раз откровение, там последние главы, там написано, и рабы его узрят лицо его, и написано, и будут служить ему, я говорю, слушай, так мы там служить будем тоже, мы же не будем там отдыхать, и мы пришли к выводу, что это и есть награда, это и есть награда, быть допущенным до служения Богу, это честь и привилегия, и когда мы делаем то, что от Бога поручение, и делаем с правильными мотивами и побуждениями, это приносит огромную радость человеку, братья и сестры, я хотел бы, чтобы мы с вами сегодня особо поблагодарили, чтобы мы были в числе тех, о которых Иуда говорит, чтобы поклониться и преклониться, и припасть ногам Его, и прославить Его, за то, что это не наша праведность, это Его праведность, да, мы искуплены, мы прощены, мы дети Божие, вы знаете, в этой суете сатана хочет отвлечь, запугать, и послать разные такие мысли, чтобы наш дух был смущен, но Иисус нам сегодня говорит, да не смущается сердце ваше, смотрите в будущее с надеждой, смотрите без страха, смотрите с радостью, у вас есть дом, это ваш дом, и мы будем с ним, и больше не будет борьбы с грехом, и больше не будет борьбы с искушениями, и ради этого дня мы живем с вами, ради этого дня мы трудимся, ради этого дня мы молимся, правильно состояние церкви, когда мы слышим, ей гряду скоро, отклик церкви должен быть такой, гряди, Господи Иисусе, и это правильно, много можно было бы еще добавить, представьте себе, помните, когда апостол Павел фессалоникийцам пишет о том, что у них были переживания, они думали, вот-вот-вот Господь придет, да, а тут начали умирать верующие, а Господь еще не пришел, а как же с ними теперь, которые умерли, да, и Павел пишет, чтобы они не спешили колебаться умом, будто уже наступает день Господень, и потом дальше он говорит, что сам Господь при возвещении, гласе Архангела, в трубе Божьей сойдет с неба, и говорит, мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых, и смотрите очень внимательно, вместе с ними, они не без нас, и мы не без них, восхищены будем на встречу к Господу, в воздухе, на облаках, и так всегда с Господом будем. И он добавляет, утешайте друг друга этими словами. Мы увидим своих родных и близких, и я думаю, мы с супругой похоронили двоих маленьких деток, моя мама там уже, вот сейчас мой папа по-человечески при смерти, ему 93-й год, и я каждый раз, когда звенит телефон, думаю, сейчас позвонит, сейчас позвонит, он находится в больнице, у него жидкость в легких, и врач сказал, вряд ли он выкарабкается, но я так рад, что я знаю, что он пойдет к Отцу Небесному. Это усталый человек уже, он уже хочет туда. Я так рад, что я мог с ним, ну, сравнительно недавно беседовать и говорить с ним. Это был какой-то другой папа. Вы знаете, за эту беседу мы, наверное, раз десять помолились с ним. Я видел, как Господь его готовит к вечности. Это меня утешает. Меня не пугает это теперь. Это меня утешает. Написано, утешайте друг друга семи словами. Конечно, самое главное, самое главное на небе это встреча с Богом. Это самое главное. Мы узрим его и мы будем с ним. Я помню, здесь в Житесае когда-то, может быть, те, кто давно члены церкви, помните, был дедушка такой Фаст Иван Яковлевич. Слепой, старик, служитель, никто не помнит его. И он, знаете, рассказывал все стихотворение такое, я не старею. Старый дедушка, слепой. Я удивлялся, как он Библию знает хорошо. Как-то он к нам в Сарань приехал и молодежное общение проводил. Ну, слепой. И говорит, ну, дали одного брата, чтобы он тексты читал. Он говорит, брат, прочитай вот это место, называйте его. Он читает. Говорит, брат, читай точнее, не точно читаешь. Ну, тут мы все Библию открыли. Точно неправильно прочитал. Ну, надо же, а, слепой лучше знает, чем зрячий. И он говорил, я вам, так хотел бы, говорит, знаете, мы поем в одном гимне, о радость туда перейти, без страданий, без боли, ни дух, и без мук умирания. Если бы нас спросили, наверное, мы бы все хотели в восхищение лучше попасть. Правда, братья и сестры? Ну, он лучше знает, как нас забрать. Свой час. Помните, как у пророка Даниила, а ты иди к твоему концу. И успокоишься. Для получения твоего жребия в конце дней. И Господь знает, когда это будет. Почему мы в это верим? Почему мы в это верим? Знаете, нам иногда задают эти вопросы. Почему вы в это верите? У нас простой ответ. Его жизнь, нашего Спасителя, Его слова, Его верность, Его смерть за наши грехи, Его воскресение. Это наполняет нашу душу надеждой. Тот момент, когда мы пережили это духовное возрождение, когда Он пришел в нашу жизнь, и когда мы получили свидетельство Духа, что мы дети Божьи. Помните, Писание говорит, Дух Божий свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Обычно я говорю так, Он явился мне лично. И это так и было на самом деле. Я очень Ему за это благодарен. И звонит мне как-то один брат по телефону. Говорит, что делаешь? Я говорю, готовлюсь к вечности. Говорит, заболел что ли? Я говорю, нет, Фуга, ты меня напугал. А что случилось? Я говорю, ну знаешь, я как покаялся, начал готовиться к вечности. Ну почему обязательно надо заболеть? Почему обязательно нужно попасть в онкологическую больницу? Почему нужно весь переломанный лежать? Он может сегодня придет, братья и сестры? Одни же части там никто не знает, написано. Он сказал, что он придет скоро. И мы не будем сегодня говорить о всех признаках, которые должны исполниться, но они исполнились. Он уже рядом. Уж слышны шаги мы поем, христовые они. И он придет для ожидающих. Может быть, нам надо сказать, прости, Господи, мы осуетились, и мы что-то мало думали об этом. Может быть, сатане удалось обмануть нас даже. Вы знаете, он же что угодно придумывает, да, чтобы люди не тянулись к небу, чтобы люди не думали о небесном. О горнем помышляйте. Давайте подумаем, как много мы сегодня думали о небесном. Какие мысли приносят нам самое большое удовольствие, о чем мы чаще всего думаем. Куда нас тянет больше всего? Ищите горнего, о горнем помышляйте, ожидайте Господа. Это состояние праведной души. А если страх, тогда надо что-то привести в порядок. Я хотел бы, чтобы в этом собрании, я не знаю, у кого, как на сердце, но чтобы мы действительно взяли время и может быть в коротких молитвах дадим возможность многим помолиться. Давайте мы те все, которым мы верим, что мы спасенные люди, давайте мы его прославим. Братья и сестры, я не знаю, как у вас молятся. Ну, бывало, конечно, у вас на собрании, по-разному бывает. Ну, вот по местной церкви, где я пресвитер, у нас есть члены церкви, я никогда не слышал, чтобы они и благодарили Бога. Никогда. Знаете, когда у них проблема, они посылают записку. Брат, помолись. Брат, вот если вы помолитесь, ну, помолился. Потом, следующее состояние, брат, поблагодарите Бога. Я говорю, слушайте, я за вас прошу, и я за вас еще и благодарить должен. Но это же неправильно. Или это правильно, братья и сестры? Так если мы с вами спасенные люди, если мы действительно верим в это, почему? Иногда уста не открываются. Помните, вот тот исцеленный, прокаженный? Один вернулся, полниц к ногам его, и написано, и громким голосом благодарил Господа. Некоторые говорят, ну, знаете, я, говорит, когда один молюсь, у меня как-то лучше получается, я такой неречистый, да. Знаете, я наблюдал, как эти неречистые люди становились речистыми, когда им на ногу наступали. И это неправильно. Мы можем говорить о чем угодно и с кем угодно. Братья и сестры, может быть, мы прославим его тем, что мы действительно поклонимся и припадем перед тем, который может нас поставить предотцом непорочными, в радости, без вины и без страха. поблагодарим его. У нас есть надежда. Все исчезнет, все рухнет, а церковь будет жить вечно. У церкви есть будущее. Если кого-то эти мысли пугают, возьмите это время. И сегодня молитесь тихо, чтобы Бог убрал стыд и страх. и помолите, чтобы Бог обновил ваше отношение с Ним. И скажите, Господь, я хочу так жить, чтобы в моей жизни исполнилось это слово, ожидание праведника, радость, чтобы в радости идти дальше навстречу вечности. Давайте духа не будем угошать. Но еще одно маленькое хотел сказать. Когда мы будем молиться, заметьте, братья и сестры, иногда бывают, знаете, очень длинные молитвы. Если кто-то хочет много помолиться, вы можете сегодня всю ночь молиться. Это право каждого человека. Один на один может быть. А сегодня давайте дадим возможность многим помолиться. Давайте мы склонимся и помолимся. Аминь. Друзья, не так давно мы сделали канал Капли Сота на Телеграме. Мы каждый день туда выставляем какие-то мысли. И для тех, кто не всегда посещает Ютуб, не всегда заходит на приложение Капли Сота, вы можете себе скачать Телеграм, и там каждый день что-то может проходить. Вы можете пролистать в любой день, в любое время, когда вам что-то удобно, посмотреть описание этой проповеди или рассказа и прослушать его. Также легко поделиться с другими. Это мы сделали для того, чтобы вам было проще, легче найти то, что вы желаете послушать. Вы можете скачать, узнать здесь по ссылке как это сделать или задать вам вопрос, мы вам поможем. С Господом!